Я хотела бы посоветоваться. У меня ситуация такая, что я работаю в своей специальности уже давно, но та организация, в которой я работаю, я чувствую, что она просто работает просто. У меня к вам вопрос. А это случайность в вашем жизни такое предприятие или закономерность? Медлитей, вы не согласны с этим внутри. Вот ваша работа на этом предприятии – это ваша судьба. Я даже по планетам вижу, какая планета вам дает такую судьбу. Но если вы не примете, что это у вас судьба, вы не сможете и дальше пойти в жизнь. Первый этап – это принятие, сказать себе, вот я что-то услужил, а там и работаю. Теперь сразу возникает вопрос, а можно ли работать в этом другом месте лучше? Можно, но для этого надо сначала поменять судьбу. Нужно сначала отношения с Богом такие установить, чтобы прорыв произошел, понимаете? Вы же чувствуете какой-то пласт висит на жизни никуда, не сюда, и там вас держит судьба. Так? Ну да, есть же способ уйти от этого. Но этот способ не означает просить. Шило на мыло не поменяет жизнь, понимаете? То есть надо сначала принять, переварить судьбу, а потом появится другая, лучше. Начните прямо там, на работе это делать. Не надо никуда бежать. Сначала примите объем работы, поймите, что это ваша судьба. Потом постепенно объем работы будет уменьшаться по мере вашего душевного труда. Видите, вам уже легче стало. Вы уже думаете, а может я там и останусь, все нормально, если вы уносите. Так или нет? Не совсем. Не совсем? Вы услышите то, что я делаю, пожалуйста. Услышьте, и вам уже там станет легче работать сразу, когда вы примете это как судьбу. Потому что пока человек считает это своей несправедливостью, то тогда он всегда страдает. Есть такой закон, закон жизни. Он описан на многие священные писания, и древние гречники Иосифа об этом говорили. Что, когда человек пытается воздействовать на ту сферу, в которой он не имеет сил влиять, он всегда страдает. Когда вы считаете, что это просто несправедливость такая работа, и вам нужна другая работа, то вы страдаете. Когда вы считаете, что это ваша судьба, это сфера вашей жизни, эта работа, с этого момента это уже не страдание является, а объемом работы. Вот представьте себе, есть грязная кухня в вашей квартире, которая всегда всю жизнь грязная, только по той причине, что вам не дает возможность там убирать. К чему это приведет? Страдание, вы будете страдать, думать об этой грязной кухне, постоянно думать, господи, ну сколько можно жить с этой грязной кухней? Всю жизнь одна грязная кухня, ну сколько можно? Как это все поменять, эту ситуацию? Получить возможность убираться в кухне, правда? Как получить возможность понять, что это ваша кухня, не чужая? Это ваша судьба, ваша работа. И не то, что вам не повезло, как вы думаете, это ваша судьба. И до конца, что это ваша судьба стала спокойнее сразу, вы уже зашли на кухню, вы еще не начали убираться, но уже спокойнее, вы уже туда зашли. Понимаете, это не бедоносец и метод в кепке, это мой мужик, понимаете, мой родной мужик. А мой объем работы, понимаете, пусть небольшой такой, невысокий, но объем работы. Мой, личный. И я должна вот с ним жить и трудиться над своей судьбой, рядом с этим человеком. Не то, что мне не повезло, я могла бы себе повыше найти, вот. Это мой, вот конкретно мой объем работы. И если вы поняли, это сразу легче стало уже. Потому что можно прибираться в кухне уже начинать, понимаете? Нет? Видите, трудно понять. Даже молитва нужна для того, чтобы это даже понять. Спасибо.